Привет дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам удивительный рецепт пасхального кулича. Это царский кулич. Он очень сдобный, очень ароматный, очень насыщенный вкусом, а главное просто невероятно вкусный. Делается он не так уж сложно, как обычный кулич. Я уверена, что ни один покупной кулич не сравнится с этим. И вы обязательно должны свой кулич приготовить дома сами. Для начала я разогрела сливки. Сливки у меня здесь где-то 30% жирности. Можно взять и поменьше жирности. Это не совсем принципиально, просто сливки более насыщены вкусом, чем молоко допустим. Поэтому в этом рецепте используются именно сливки. Туда добавила я столовую ложку сахара, для того чтобы дрожжи лучше развивались. И буду добавлять сюда дрожжи. Я делаю здесь на пол порции. Дрожжи. Вы можете сделать на полную. Я рецепт оставлю как на полную, так и на пол порции внизу под видео. Дрожжи должны как бы хрустеть, как крахмал, если это свежие дрожжи. Обязательно используйте именно свежие дрожжи. Я все-таки фанат именно живых дрожжей. Я никогда, особенно для кулича, не буду использовать сухие дрожжи. Вот как-то так. Если у вас есть настрой использовать именно сухие дрожжи, или вы их любите, то их нужно в 3 раза меньше, чем живых по весу. Теперь добавляю сюда муку. Опара должна получиться довольно плотная. Добавляю сюда треть муки от общего веса. Вот такая вот плотная опара у меня получилась. Она даже туговато так слазит с венчика. Опара должна подойти минимум час-полтора. Она должна уже как бы начать капельку даже садиться. Это значит, что дрожжи уже прекращают свой контакт с сахаром и прекращают работать. Тем временем, пока подходила опара, я залила кипятком изюм и буду измельчать миндаль. Миндаль можно заменить и фундуком, он тоже даст непревзойденный вкус. Также буду использовать еще цукаты. В этот раз у меня покупные цукаты, цветные, но их я буду добавлять в самом конце, потому что они могут покрасить тесто. Теперь приготовим уже смесь, которую мы будем добавлять в нашу опару. Я растопила масло. Оно не должно стать горячим, оно просто должно раствориться. В масло добавляю сахар, включая ванильный. Можно просто добавить ванилин, можно добавить семена ванили во время растапливания сахара. Можно использовать просто ванильный сахар. Сахара можно положить и чуть больше, и чуть меньше. Рассчитывайте так, как вам нравится по вкусу. Я на половину порции ложила 150 грамм, можно положить и 200. Если хотите, чтобы было прям вкусненько и сладенько. Теперь сюда добавляю желтки. Они заодно и остудят немножечко нашу смесь. Посмотрите, какая желтая смесь получается. Конечно, для кулича лучше использовать домашние яйца. Вот моя опара. Она увеличилась раза, наверное, в 4 за то время, как подходила. Добавляю еще щепотку соли в опару. Раньше добавлять соль не нужно, потому что от этого меньше работают дрожжи. Также откинула на сито изюм и добавила его сюда. И измельченный миндаль. Теперь смотрите, у меня здесь 1 восьмая где-то апельсина на пол порции. Я ее положила в морозилку, чтобы она полностью замерзла. Во-первых, это убирает горечь с апельсина. Во-вторых, его можно вот так вот прекрасно натереть на терке. И использовать в тесте дальше. Она даст тоже свой аромат. Также сюда нужно будет добавить специи. Я взяла вот такой вот измельченный кардамон. Можно взять кардамон в коробочках. И там, допустим, 5 семечек кардамона и столочь. Я буду добавлять где-то вот так вот, 3 чайной ложки кардамона. И сюда еще можно добавить либо имбирь, либо мускатный орех. В таком же количестве, где-то 3 чайной ложечки. Можно использовать, если мускатный орех целенький, потереть его. Смотрите уже, как вам по вкусу. Если вам не хочется специй, их можно сюда не добавлять. Но они придают такую бархатистость и насыщенность этому куличу. И он воистину становится богатым. Ставим перемешиваться эту смесь. Вот у меня еще цукаты, но их добавлять мы не будем. Мы их оставляем под самый конец. И теперь частями вводим муку. Тесто получается не очень мягким. Когда уже добавила последнюю муку, домешаю ее уже на столе. Тесто желтое, красивое, благодаря тому, что оно на желтках. И желтки придадут тоже насыщенный, такой глубокий вкус тесту. Именно потому, что там не целые яйца, а только желтки. Белок всегда можно заморозить. И потом использовать в дальнейших рецептах. Плюс несколько штук, если их большое количество, уйдет вам на глазурь. Тесто вымешиваем минимум 5-10, а то и 15 минут. Оно должно вообще не липнуть к рукам. Может в самом начале немного липнуть к рукам, но потом абсолютно перестанет. Оно вот такое вот жирненькое, красивое. И довольно плотное. Хорошенько обминаем тесто, не переживаем. Оно должно очень хорошо размяться именно в руках. Комбайн этого не сделает за вас. Оно должно насытиться, я бы сказала, энергетикой вашей. Вот такое вот оно получилось. Там видны и орешки. Вы видели, орешки я не совсем в пудру измельчала. Там были и кусочки. Теперь смотрите, форму, в которую у меня будет подходить тесто, добавила где-то столовую ложку растительного масла и растираю по форме, для того, чтобы наше тесто потом от нее прекрасно отошло. Укладываю туда тесто. И вот ручкой, которая у меня еще в подсолнечном масле, слегка тесто смазываю, для того, чтобы оно не обветрилось. Накрываю полотенцем и отправляю в теплое место подходить хотя бы на полтора часа. Лучше, если простоит два. Отправила я тесто подходить. И теперь подготовлю формы. Я взяла вот такие вот еще самодельные буду делать. Обычные. У меня здесь под маслин. Загнула сверху бортик. И буду их использовать. Формы внутри я буду застилать пергаментом. Посмотрите, как красиво подошло мое тесто. Оно увеличилось где-то в 3, а то и в 4 раза. Стало пышное, нежное такое. Я бы сказала, очень воздушное, легкое и при этом насыщенное. Выкладываю тесто на стол аккуратненько. Здесь уже мы с ним грубо не обращаемся. И здесь буду уже вводить цукаты. Просто аккуратненько вминаю их в тесто. Для того, чтобы они распределились. Так как цукаты покупные и они крашеные, они могут покрасить тесто. Поэтому заранее я их не добавляла в тесто. А уже только перед тем, как отправлять на расстойку в формах. В формах тесто должно быть где-то полформы мы укладываем. Поэтому прикидываем, сколько нам нужно. Катаем шарик, максимально сглаживая верх. И желательно, чтобы сверху не оставался изюм. Он может подгореть. Поэтому лучше именно сверху, чтобы было у нас сплошное тесто. И так делаю со всеми формами. Я больше любитель небольших куличей. Поэтому буду использовать только одну довольно крупную. А остальные будут у меня маленькие. Чтобы порционно мог каждый взять себе такую, как ему нравится. И оставляю тесто в теплом месте. У меня это уже возле включенной духовки было. Минимум на полчаса. 45 минут, час могут постоять, накрыв полотенцем. Они увеличиваются. Очень хорошо. Вы видите, они уже начали прям вылазить из формы. И отправляю в духовку. В духовке у меня была разогрета изначально до 160 градусов. Отправляю в духовку. И увеличиваю температуру на 180. Первые минут 20-30 мы духовку не открываем. Потому что тесто может упасть. А потом уже можно приоткрыть. И уже контролировать по верху, как у нас поджаривается. У кого верх-низ, можно прикрыть сверху фольгой. Для того, чтобы верх не подгорал у вас. Можно проверить готовность и шпажкой, чтобы она была сухая. Протыкиваем насквозь и смотрим, чтобы при выходе у нас была сухая шпажка. Но я уже так на глаз знаю, как у меня выглядят готовые куличи. Здесь, конечно, прошу прощения за свет. Уже был вечер и очень плохо видно. Куличи кажутся немножечко темнее, чем они есть на самом деле. Они очень красивые. Я хотела показать даже из бумажных форм покупных. Немножечко покрутив, этот кулич прекрасно достается. И эту форму можно использовать даже еще раз, если сильно захотеть. Последний кулич, который у меня большой, я оставила еще минут 10 допекаться. После того, как достала маленькие. И все, можно уже заниматься украшением. Я больше любитель обычной классической глазури на белке. Поэтому взяла сырой белок, который у меня остался после яиц. Добавила щепотку соли и начинаю взбивать. Теперь буду добавлять ложками сахарную пудру. Добиваясь нужной мне консистенции. Консистенция у меня уже такая, как мне нужно. Добавлю сюда еще лимонную кислоту. Можно добавить просто лимонный сок. У кого что есть, по желанию. Я добавила здесь где-то на полтора белка. У меня вышло где-то, вы видели там, 3 чайной ложки лимонной кислоты добавила, чтобы не было приторно. Посмотрите консистенцию глазури. Она довольно мягкая, должна разглаживаться, но при этом не плывет и не течет. Чтобы я могла сделать такие потеки, которые мне хочется. И они у меня не поплывут вниз. Выкладываю нужное количество глазури и делаю вниз потеки, такие, которые мне хочется. Я не люблю, когда это просто сверху вмокнутый кулич и все. Мне нравится, чтобы были немножечко потеки. И глазурь как раз такая, что мне подходит, что я могу эти потеки сделать. Кулич полностью покрыт глазурью. Теперь я буду его украшать. Здесь у меня кокосовые чипсы, которые я делала в предыдущем видео. Кто не видел, посмотрите. Это цветные кокосовые чипсы. Я их просто вставляю в глазурь. Они потом, когда глазурь засухарится, они будут прекрасно стоять, держать форму. Делаю так, как мне нравится. Здесь можно, вот я выкладываю небольшие кусочки. Можно порезать мармелад, можно те же цукаты, допустим, взять, посыпать. Можно просто обычной посыпкой, сахарной посыпать. Но мне вот захотелось вот такие вот красные мармеладки порезать. И вот у меня остались еще, оставался с предыдущего тортика белковый крем заварной. Я его отсадила и высушила небольшие безешки. И поставила сюда еще такую вот безешечку. Хочу еще кулич, не кулич, если он не будет посыпан готовой посыпкой. Поэтому я решила добавить еще вот такие вот серебряные шарики. Посыпать. Собственно, все. Большой кулич я еще сбоку хочу, вы видите, кружевом обмотать вокруг. Кружево это домашнее моего приготовления. Я тоже уже неоднократно показывала. Ссылочку тоже оставлю на это кружево. Цепляла я его на глазурь. Я его не сильно цепляла, потому что хочу его сохранить и разрезать кулич без повреждения. Можно полностью по точечками проставить глазурь и на него прицепить уже кружево, если вам надолго. А я сейчас вот так сниму и покажу вам, какой у меня кулич получился. Кстати, это кружево прекрасно хранится в морозилке. Полностью его в пленочку упаковываете, сворачиваете в трубочку и отправляете в морозилку. И достаете, когда оно вам нужно. Вдруг что. Посмотрите, какой желтый красивый кулич получается. Он одинаково пористый по всей высоте. Когда достаете кулич, положите его на некоторое время на бочок, чтобы он, не дай бог, у вас не сел. И вот такие вот красивые там равномерные поры по всему куличу. Нет ни огромных, ни мелких. Он очень равномерный и очень-очень вкусный. Я надеюсь, вам пригодится этот рецепт. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.